На Горького 17 открылся новый салон Мимоза. Еще больше изящных штор, портьерной ткани и тюля. Новый оригинальный ассортимент Мимоза. Горького 17. Улица ремонтная. Настолько компактная, что даже не все калининградцы знают о существовании этой маленькой Голландии. Такое поэтическое название в народе этот район получил за разноцветные уютные домики, очаровательные ставни на окнах и узенькие проулочки. Этот район, Рацхоф, начал застраиваться в начале прошлого века, когда в этот район стали перемещать все промышленные предприятия. Тогда и началось строительство вот этих таунхаусов для рабочих вагоностроительного завода «Штайнфурд». Строили жилье для немецкого пролетариата быстро, четко, но не без души. Этот район как минимум первый в Германии, который застраивается, исходя из модной тогда уже привезенной из Англии концепции города-сада. По узеньким улочкам, идущим параллельно улице Ремонтной, Литейная, Поперечная, сегодня с трудом проезжает легковая машина. Но все дело в том, что никакая машина тут и не была предусмотрена. Здесь жил простой рабочий класс. Откуда там машины? В тот момент все равно не подразумевалось, что у рабочих когда-либо появятся автомобили. Поэтому это фактически пешеходная улица, в которой в случае чего можно проехать либо телеги, либо автомобили. Но не более того. Формула здоровое жительство. В 20-е впервые в немецком обиходе появляется это понятие. Не только практичное, но и симпатичное жилье, пусть небольшой, но все же свой садик, несколько минут до рабочего места. Да, преимуществ жить в этом районе было определенно немало. А все потому, что счастливый работник. Это эффективно трудящийся работник. Уже тогда капиталисты знали, что производительность труда повышается, когда у человека все в жизни хорошо. Поэтому это правило, несмотря еще на то, что социализма не было, как, скажем, такой правящей структуры, да, государства социалистического не было, проще говоря. Идеи социальные, они в воздухе витали. Сотрудники вагоностроительного завода были членами особого общества по застройке. Другими словами, жилищного кооператива. Жили они в домах, выплачивая небольшую сумму в 300 марок в год. Зато спустя время они получали возможность приобрести жилье на вечную собственность. Ну и как тут не поблагодарить работодателя и всемышнего. Для молитв в районе Рацхов была Кирха Христа. Сегодня в этом месте легендарный клуб-вагонка. Кстати, Кирха – это последний культовый объект, построенный в Кенигсберге. Одна из последних гражданских построек. После 1938 года экономика Германии переходит на военные рельсы. В Кенигсберге вплоть до первых чисел апреля службы шли. Это однозначно. То есть во время штурма уже вряд ли, но до 6 апреля службы воскресные, как положено, проводились. Уже совсем скоро мы опять выйдем на улицы Кенигсберга Калининграда в поисках новых тайн. И уверена, долго искать не придется. В Кенигсберге В Кенигсберге В Кенигсберге Продолжение следует...